И снова здравствуйте! С вами Вячеслав Федоткин И в этих фишках фотошопа Мы научимся делать надпись на флаге И не только надпись И не только на флаге Итак, начнем Чтобы сделать такую надпись Мы нашли флаг британский У меня ассоциации простые С британским флагом Конечно, ливерпульская четверка По нашему Бетлы И поэтому пишем Пишем Бетлз Проверяем, что у нас белым цветом Это все написано Переходим на инструмент перемещения Нажимаем Ctrl-T Масштабируем с Shift Потом поворачиваем, отпустив Shift Устанавливаем, как нам нужно Эту надпись примерно Если хотите, чтобы она была не такой ровной Можно ее исказить Зажав Ctrl, двигаясь за узелок Видите, она у нас наклоняется Искажается Ну, я думаю, примерно Вот так Окей Так, и теперь, чтобы она у нас Приобрела вид этой текстуры Чтобы она прилипла к этой текстуре Нам нужно эту текстуру отдельно сохранить В виде карты Так называемой Поэтому пока отключим текстовый слой Переходим на наш флаг Переходим в каналы И выбираем тот канал Где вот этот объем Виден лучше всего В красном канале у нас Прямо создан для объема Щелкаем правой клавишей мышки на нем Говорим создать дубликат канала Здесь в дубликате канала Назначение выбираем новый файл Иначе он у нас в том же файле откроет Окей Вот он создал у нас новый файл Без имени Который мы должны просто сохранить отдельно Обзываем его как карта Map PSD Альфа канал остается Сохраняем У меня там уже был такой файл Я переписал Закрываем И здесь возвращаемся в RGB С красного канала На общий просмотр Включаем Переходим на надпись И применяем фильтр Который нам позволяет сделать такое чудо Искажение И смещение Или Displace Он говорит что Я растеризую твой текстовый слой И ты дальше не сможешь исправлять Свои ошибки Я говорю все нормально Растеризуй дорогой После этого идет сам фильтр Смещение По 10 пикселей В масштабах Ничего здесь не трогаем Все по умолчанию Все нас устраивает Нажимаем окей Он говорит давай Какую карту смещения будем выбирать Но у нас карта есть И вот она Мы ее чуть-чуть раньше сохранили Говорим применить ее И вот чудо Смотри какая она у нас стала Ну прям растеклась по флагу Но выглядит она еще не естественно Поэтому нам нужно применить Режим Наложения Перекрытия Overlay Видите да Сейчас она слишком темненькая Сделать ее поярче Чтобы сделать ее поярче Мы делаем Еще один слой Дубликат Ctrl G Ну уже светлее Еще один Ну вот Кажется совсем хорошо Давайте еще один На всякий случай Ну Так кажется Еще лучше Или ярковато В общем сколько хотите Какую яркость Столько дубликатов слоей Сделаете Ну вот и все Нам осталось это дело Все сохранить Или свести все слои Ctrl Shift E Видите картинка И сохранить ее отдельно Замечательно да Но Надписью на флаге У нас это дело не ограничено Мы можем взять любую картинку И положить на Любой объем Как вам например Вот такое Джеймсон Стэдхем Стал болельщиком Манчестер Юнайтеда Показать как это сделать Легче легкого На самом деле Мы берем Флаг Тот же самый Мы составляем Карту Идем в каналы То есть повторяем То что мы Делали Выбираем Какой нам больше Тут нравится Ну Возьмем тот же самый красный Создать дубликат Канала Новый Окей Сохраняем Обзовем его так же Как карта Нам та карта Не понадобится Закрываем Переходим С каналов Включаем слой С нашим флагом И применяем Тот же самый фильтр Искажение Смещение Окей Вот она карта Вот смотрите Вроде стало безобразненько Да что то здесь Так сдвинулось Но Мы не забываем При режим наложения В этом случае Так как у нас Картинка темненькая Мы возьмем мягкий свет Вообще отлично Ну Маленький нюансик Да Глаза мы все таки Ему не закрашиваем Поэтому здесь Как обычно Доработаем напильником Вернее Резинкой Выбрали резинку Поставили По 100% И аккуратненько Просто стерли Эту красочку У него с глаз Ну и все И вот наш Стэдхем Стал ярым фанатом Красота Можно использовать И на футболку Лепить Но Я могу сказать Что если на футболке Нет как такового Объема То в принципе Вот была оригинальная Картинка Вот картинка С объемом И с режимом Наложения Затемнения Но практически Ничего не изменилось Ну мало ли Вдруг у вас будет Мятая футболка И вы захотите посмотреть Как на ней будет смотреться Картинка Можете использовать Где еще использовать Этот фильтр Я думаю Вы Вспомните про него В нужный момент Этим использованием Этого фильтра Смещение Не ограничивается Если вдруг Вам нужно будет Подписать Какой-то объект Неправильной формы Или какую-то Картинку наложить То буквально За два щелчка Мышки Вы можете это сделать Вот и все До свидания До новых встреч